Это Николай, он проживает в Белоруссии. Это Минская область. Николай занимается уже три года арт-бетоном, художественными работами, хочет показать. Ну что я его озвучиваю? Слишком тихо, и поэтому мне приходится переозвучивать, дублировать то, что говорит Николай. Ну вот смотрите, Николай раньше был отделочником высокой квалификации, и поэтому ему очень легко было перейти на арт-бетон и на художественные работы. Ну просто вот тихо он говорил, и поэтому вы ничего не услышите, я это переозвучиваю. То есть вы поняли, что он с Белоруссии, и вот он показывает работы, или это его дом частный. Смотрите, какая отделка. Ну вот фильм будет о таких работах. Вот он нам скинул интересную, будем как бы, начало. Он, смотрите, по пенопласту делается утепление, и он делает вот такую декоративную штукатуру. Оформление цокла. Ну, видите, везде сейчас стоит вопрос о том, как утеплить дом. Ну не знаю, тихо тоже он разговаривает. Ну я параллельно буду пытаться что-то там ставить умное слово. Вот видите, он взял, прикрепил пенопласт с такими, ну как они называются, зонтики или хреново знаю. И взял такую штуку, сеточку, и утеплил пенопласт там. Пенопласт там тут. Ну тут, видать, или клеем, говорит, один-друг делает раствор. Теперь надо пенопласт делать черновую. Ну, потом буду сразу штукатурить. Ну, тут вообще по-взрослому. Вот там вот, куча песка, грабища не на. Вот это вот мешок фибры. Вот это вот пластификатор. Ну, там, видите, показывает, я не знаю, что-то клей, пластификатор, ну, я не слышу. Немножко легче. А мешает, не бетономешалка, вот таким вот. Штука тоже тем, попробуй, тяжковато. Ну, а так нормально. Вот как бы. Вот так вот еще раз просто покажу. Ну, а там дальше надо, почему, шоучи, пляжи дубелить надо. Вот. Вот. Человек занимается с тяжками. Четыре станции у него. Поэтому он располагает таким материалом. И не нужно здесь. За деньги думать или что. Поэтому у него я здесь работаю. Делаю этот цех. Замешал раствор. Один, два с половиной. Как-то я между один тром и один тром. Ну, такие дела. Будем дальше делать. Короче, я заделал сегодня стенку. Здесь вот заделал. Ну, эти по черновой он подготовку сделал. А по ней делает декоративный кап. Смотрите, какая ковка. Углы великолепно сделаны. Просто классно. Окошечки. Все оформлено. Дальше не делал. Там закидываться будет земля. И сюда на эту сторону вышел. Вот. Видите, заклепки давит. Он не быстро их делает. И специальной трубочкой. Раз, раз, раз и наделал. Разрезики. Ну, очень, очень качественная работа. Как дед в колечниках ворота. Бутовый такой камень. Вот он как бы под камень. Все это дело. Ну, смысл такой. Декоративный камень, а углы усилены кованым металлом. Формирую, конечно, камень. Окошки тоже оформлены такой ковочкой. А это, видите, он или покраска, какой-то у него пистолет интересный. И первый раз вижу. Ну, газовая труба идет. Смотрите, что он делает. Ну, видите, что грунты были погрунтованы. Мы прозевали целую, будем, часть работ. А теперь он просто берет, видите, зеленью, прибивает края. Он не парится. Представляете, он опытный мастер. И смотрите, какие объемы у них. Смысл такой. Понятие. Вот так вот слои засталим, потом мне не нравится. Я добавляю, что-то. Я проволчу всем красить, поэтому не пробую. Ну, он серым цветом покрасил, а зеленым дает. Вот видите. Полностью цоколь. Железя киси прикрепет. Вот, ну, углы. Ну, углы. Сюда. Вот представляете, цоколь, какая большая площадь. Это очень хороший коммерческий заказ. По низам, ни высоты, ничего. Береги, делай. Работал три недели. Меньше. Две. Десять дней. Вот она бегает, делал три недели. Ну, двадцать дней. Общей сложности где-то пятьдесят квадратов. Пятьдесят квадратных метров. И я, шива, буду краситься. Ну, сегодня подрихтовал швы немного. Вчера дадить сделал. Фибра болтается, как сопли. Ну, зато держаться будет. А здесь буду, нашел где-то два куска жести. Вот буду окно это только подделаю. Посмотрю, как оно получится. Я думаю, нормально получится. Вот. Поэтому такое дело. Наконец, я закрасил окна. Красил бронзой. Потом в медь добавлял черный краситель. И темнил. И немножко прошел все по краям, чтобы не так отличалось. Что-то. Камень получился серый. В серый цвет можно было добавлять чуть-чуть зелена. Он бы не испортил. Зелень не портит. Ну, и мы видели, что там была подлука зеленая. И оно такой, металлизация получается. Зелень, серый цвет работает с зеленью. И желтый с зеленью работает. Ну, неплохо. Правильный подход. И вот эти копка под медь тоже, они сочетаются с серым цветом. Это с этой стороны. А это с этой. Ну, смотрите, какой громадный объем. И дом приобретает очень интересный вид. Ну, вот эти окна белые рвут, конечно. Я не знаю, как пластик и... Их тоже можно было подкрашивать. Ну, у меня тоже дом и белые окна. И мне люди говорят, что дом класса, белые окна рвут под свет. Пластик. Ну, в принципе, никто на это не обращает внимания. Ну, смотрите, какой интересный, интегресный цоколечек. Вот такой коммерческий заказ. Смотрите, серый цвет аж с переливом идет. И там, потому что там есть и желтый, и зеленый, и белые прописи. Вот он как бы три тона. И они, смотрите, как бы неплохо, ну, как бы сочетаются и переливаются цвета. Ну, на камнях можно было уголки, по-моему, видите, здесь хороший контраст. Сделал заклепки. Ну, камень вот так вот, в серый цвет, в основном. Так захотелось бы, хотя бы. Сделал заклепки такие вот, коричневые. Я бронзу, потом колеровал медь, немножко в черном подшветливая, подчемнила. Вот как бы вот так вот. Ну, видно, угол еще вот этот не дадут. Ну, очень круто смотрятся вот эти углы, окованные металлами. Фасад просто розовый. Ну, и как бы старались, но что-то нас так вот подбирало. Ну, под розовый цвет лучше, конечно, коричневый цвета посположить. Ну, нужно как бы розовый тяжелее цвета, а коричневый, будем говорить, сочетался бы. А серый, он светлый и будет немножко фундамент легкий. Ну, смотрите, вы увидели, как сделать цоколь по пенопласту. То есть, великолепная работа, художественно хорошо оформлена. Ну, вот на мое мнение, я бы туда делал бы дорожную сетку и на штырях бы металлических крепил бы, будем говорить, вот этот цоколь. Потому что, ну, пенопласт очень слабый, он не выдержит такой нагрузки, его будет рвать и могут быть проблемы. А у меня есть друг, который уже на эти проблемы натолкнулся. Он в Удмуртии идет. Мне может, когда-нибудь он свой опыт расскажет. Потому что очень тяжелый раствор и надо бить штыри. Потому что капроновые вот эти крепежи, они дышат. А штыри с арматуры восьмерки, они жестко держатся и работают на срез хорошо. А вот это вы видите еще работы этого мастера. Посмотрите, вот просто круто. Посмотрите, какой декор он сделал. И здесь у него, видать, ему заказчик не парил мозги по покраске. И он здесь был более темные тона сделал. И на темных тонах легче, ну, как бы, есть возможность больше прописать и дать более интересную покраску. Вот, глядите, и подберевно, и ковка. Этот мастер с Белоруссией очень давно работает. У него там три года старше уже есть свои наработки, как по евроремонтам. Смотрите, ну, просто супер. Авторская работа. Ну, есть фильм, я отдельно показывал его. Просто я не удержался. Вот эти работы, ну, добавил к этому фильму, который мне прислали. Вот смотрите, и ковочка. И здесь она не золотая, она серебряная. Она, ну, нормально оттеняется. И медь, ну, видать, здесь он более не был ущемлен. Ущемлен, смотрите, какой за забор у него. Ну, просто класс. И цоколя, заборы, то есть, ну, делают многие работы. Смотрите, это, я понял, что это Белоруссия. И вот Белоруссия уже не с мастера, которые делают вот такие качественные работы. Ну, видно, видите, там забор какой-то литой. И он это все обыграл и соединил два забора в один. И художественный, и литой. И он это все обыграл. И он это все обыграл. Спасибо. Спасибо.